Здравствуйте! Это программа Крым Сегодня. С вами Александр Янковский, а в нашей студии Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить про крымскую экономику. Что изменилось в ней за два года? Что с ней происходит? И можно ли вообще говорить о таком феномене, как экономика оккупированной территории? Наверное, можно. Сегодня, вчера и сегодня в сети интернет было распространено очень интересное видео. Предприниматели Севастополя, а в частности Балаклавы, записали большое видеообращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. В частности, они говорят о том, что за последние два года с нами произошла фактически катастрофа. Заниматься предпринимательством в Севастополе стало невозможным. Ну и просят, конечно же, вмешаться президента Российской Федерации, потому что, наверное, просить местных властей неактуально или невозможно. Само обращение это вы увидите прямо сейчас. Уважаемый Владимир Владимирович, обращаются к вам предприниматели города Севастополя, представители малого бизнеса, индивидуальные предприниматели. Нам не дают нормально работать. Правительство Севастополя принимает постановления, которые противоречат вашим поручениям по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса. Данные постановления правительства Севастополя лишают нас рабочих мест и оставляют наши семьи без доходов. Мы много раз обращались к правительству Севастополя с предложением, чтобы решить проблемы, но нас не слышат и не видят. Честно говоря, не этого мы ожидали от нашей власти, которая во многом благодаря нашей позиции и нашим действиям в феврале-марте 2014 года вернулась в город Севастополь и в Крым. Последняя надежда на вас и на вашу поддержку. Просим вас поддержать нас и дать нам работать, воспитывать детей и просто жить. Очень интересно. На самом деле российской власти в Севастополе не было очень много лет, поэтому что там вернулось, это другой вопрос. Но интересно, это только один из фрагментов этого самого видеообращения. Там люди говорили вполне практически такие конкретные вещи. Например, о том, что они не могут на своих катерах в Балаклаве катать по морю, потому что у них нет такого разрешения. Они не могут там продавать, не могут легально заниматься бизнесом. Алексей, почему так происходит, на ваш взгляд? То есть это какое-то особое отношение к Севастополю или вообще отношение ко всем крымчанам? Если вы вспомните, Севастополь изначально в советское время был закрытым городом. Закрытым городом он был из-за того, что это был форпост Черноморского флота, там были сосредоточены военно-морские базы, там были корабли военные. То есть это была такая жемчужина Черноморского флота, военного Черноморского флота Советского Союза. Теперь все возвращается на круги своя. Говорить о том, что можно осуществлять какую-то бизнес-деятельность в военно-морском порту, либо же в военно-морской акватории, естественно, не приходится. Кто занимался вот таким бизнесом, о котором вы сейчас говорите? В России, связанном с морем, с прогулками, с катерами, занимались средние и мелкие предприниматели. Они, естественно, первыми попали под удар. Ярким примером является как раз вот закрытие той самой известнейшей фермы «Устриц», которая была в украинском Крыму и которую, собственно, собственник этой непосредственно фермы планировал развить уже в российском Крыму. Конфликт интересов с военно-промышленным комплексом и устричная ферма на грани закрытия. Все тоже происходит на сегодняшний день не только в Севастополе, но и повсеместно в Крыму в целом. Ну, смотрите, есть 2 миллиона человек, которые никуда не делись, которые живут в Крыму. Доля самозанятых людей в Крыму была всегда достаточно высока. То есть те люди, которые имели там малый, там средний бизнес, больше 100 тысяч человек было зарегистрировано только в Крыму, не считая Севастополя, в качестве физических лиц предпринимателей. То есть это громадное количество людей. Да, там вместе с семьями, там, наверное, можно говорить, что процентов 30 было занято в таком бизнесе. Куда собирается их власть, вот те назначенные теперь Москвой власти, куда они собираются девать этих людей? Вы знаете, в этом случае следует обратить внимание на размеры Российской Федерации, на проблемы, которые есть у федерального центра. Я хочу обратить внимание, что Крым, который присоединился в 2014 году, и, возможно, многим крымчанам показалось, что теперь федеральная власть будет опекать его все время, и обращать внимание на все те проблемы, которые возникают в Крыму повседневно, так будет всегда. Естественно, мы видим, что это не так. И проблемы, которые возникают у крымчан, в том числе и с занятостью, в том числе и с рабочими местами, с потерей рабочих мест прежде всего, они не всегда доходят до центра и не всегда являются первоочередными в программах и в действиях федерального центра. Какова, собственно, структура принятия решений? Вот мы обратили внимание, что уже обращаются люди к президенту непосредственно Российской Федерации. Но они говорят, что все решения по выделению торговых мест, по развитию какого-то бизнеса на месте, они просто-напросто не принимаются, либо не принимаются, либо блокируются, либо им говорят, что вообще это не вашего ума дело, мы вас звать не будем, мы сами решим. Так вот, вот все эти жалобы, они потом по итогу спускаются вниз, назад в Крым, либо в Севастополь. Потому как, рассмотрев ту или иную жалобу, федеральный чиновник расписывает это на местные власти и возвращает назад с пометкой разобраться, а как там разбираются, мы уже видим. То есть вот такая надежда на то, что там напишем письмо Путину или там сделаем такое видеообращение, Путин всех накажет, она ведет порядок, она, ну мягко говоря, наивная. Повторюсь, Россия большая страна с массой проблем, и проблемы Крыма в этом случае, вы знаете, уже просто так назойливо надоедают федеральному центру. И как мы видим, опять-таки по ситуации с бизнес-климатом, по ситуации в целом в Крыму, все это возвращается назад и не находит никакого решения, и не находит никаких откликов у тех, кому адресовываются все вот эти послания. Алексей, вот смотрите, ну хорошо, я где-то могу понять, что не до малого бизнеса, там Российской Федерации, тем людям, которых они назначили в Крым. Но есть же и крупный бизнес в Крыму. Да, вот какая ситуация на сегодняшний день? Может быть, с крупным бизнесом все хорошо, работают заводы, работают порты и так далее. Вы знаете, очень сложно говорить о работе бизнеса в целом в Крыму, потому что мы должны сразу для себя понять, что если сравнивать Крым с другими регионами России, он в корне отличается, как по правовому полю, которое существует на сегодняшний день в Крыму, так и, собственно, по методам ведения бизнеса, в силу того, что Крым это вновь присоединенный регион. С точки зрения российского законодательства, напомню нашим телезрителям, что с точки зрения украинского законодательства, это является временно оккупированная территория. Я как раз к этому хотел подвести, что фактически украинское законодательство в Крыму не работает и не распространяется на бизнес, который мы привыкли считать украинским, а российское законодательство не работает в полной степени, поскольку территория попала под санкции Европейского Союза и США. Что я имею в виду? Если, например, в Москве, создавая компанию, иностранная корпорация, например, европейская, либо американская, имеет возможность перечислять средства в долларах или в евро на счета своей дочерней компании в Москве, либо в Краснодарском крае, то в Крыму это просто невозможно. Крым это закрытая территория, там невозможно вести бизнес ни для одного субъекта предпринимательской деятельности, который зарегистрирован либо в Европе, либо в США. А если зарегистрировано в самой Российской Федерации, да, вот может ли? Ну, то есть, знаете, местные власти там, в Крыму, они обещают, что вот-вот придут там многомиллиардные инвестиции. Если там не от европейцев или американцев, то, по крайней мере, от российских каких-то предпринимателей, которым интересен Крым вот в качестве объектов для инвестиций. За два года мы этого не увидели. И я вам скажу более, что все предприниматели, крупные предприниматели России очень настороженно относятся к инвестициям в Крым, поскольку это прямой путь в черный список, это прямой путь в черный список Европейского Союза и США, то есть и закрытие возможностей получать какие-то заимствования от европейских структур. Хотя и так уже максимально ограничены такие возможности для российского бизнеса из-за вот аннексии, которая произошла в 2014 году. А на ваш взгляд, вот просто, знаете, многие продолжают, и крымчане, в том числе многие крымчане продолжают жить мифами такими, о том, что, ну, санкции, бог с ним, с ними как бы санкции, но все равно Россия там богатая страна, они будут там у нас размещать какое-то производство. А вот с точки зрения транспортной доступности, мне непонятно вообще, зачем размещать в тупике, в таком, в котором сейчас оказался Крым, вот какое-то производство, если есть узкое горлышко, это вот Керченский пролив, да, фактически не работает железная дорога, там порты под санкциями, там только из российской территории. Зачем, чтобы продать, что-то произвести там, потом вывезти в Краснодарский край, потом как-то транспортировать, ну, есть ли логика вообще в таком? На самом деле логики я здесь не вижу, и вы знаете, помните, в советское время была такая практика, когда создавались предприятия просто для того, чтобы занять людей. Вот здесь очень похожая стратегия. Может быть, конечно, российские власти рассчитывают на то, что рано или поздно санкции будут сняты, и Крым разблокируют. Но изучая и анализируя мировой опыт подобных ситуаций, например, ту же самую ситуацию с Кипром турецким можно взять, то я не думаю, что так просто это все канет в лето. То есть я думаю, что Крым будет перманентной проблемой для Российской Федерации в контексте вот того, что они сделали в 2014 году. Я имею в виду прежде всего незаконную аннексию полуострова. Интересное сообщение. Значит, сегодня пришло из Российской Федерации. Это компания «Росавтодор». Но прежде чем я его прочитаю, напомню, что 18 марта 2016 года на вторую годовщину аннексии Крыма на полуостров прилетал Владимир Путин, где заявил и сделал такие громкие слова, сказал, что мост, так называемый Керченский мост, будет сдан до конца 2018 года. А сегодня «Росавтодор» говорит о том, что сдачу железнодорожной части решено отодвинуть еще на год, то есть до 2019 года. Напомню также, что накануне на острове Тузла возвели первую опору этого моста через Керченский пролив, опора под номером 173, хотя на самом деле их нужно построить таких опор почти 600. Если даже строить в день, сдавать по такой опоре, то как-то не укладываемся мы до конца 2018 года. О чем говорит тогда такое заявление о том, что железнодорожное движение по этому мосту будет еще сдвинуто на год сначала? Ну, сам по себе проект очень сложный. Но, вы знаете, в этой ситуации я бы относился настороженно к подобным заявлениям и к тому, что, собственно, даже не столько к этим заявлениям, сколько к реакции в Украине. То есть мы считаем, что такой мост построить нельзя. Мое мнение не только субъективно, я в свое время входил в рабочую группу по строительству Керченского моста и по разработке проекта. Я хочу сказать, что построить его возможно. И мы должны в данном случае реагировать не на те информационные посылы, которые получаем из России, а на то, что произойдет в случае, если его реально построят, и он будет введен в эксплуатацию. А что произойдет, если его реально построят? Если его реально построят, то, по сути, мы потеряем Крым и потеряем сообщение с Крымом в том виде, в котором это было во времена Украины. То есть не просто его изолируют от нас 100%. То есть там уже будет возведена такая стена, через которую нам, к сожалению, не попасть будет в Крым. То есть вы имеете в виду, что если будет построен мост, и там будет налажено движение как автомобильное, так и железнодорожное, то это еще больше разъединит Крым с Украиной. Совершенно верно. Это изолирует просто Крым в данной ситуации. То есть и в тех политических условиях, в которых мы находимся на сегодняшний день. И вплоть до того, что Российская Федерация может в таких условиях уже полностью перекрыть границу между Херсонской областью и Крымом. Я думаю, что они сразу же это сделают, как только ведут в эксплуатацию этот мост. И я еще напомню по этому проекту, почему он не пошел, когда была рабочая группа между Украиной и Россией создана. Потому что российская сторона в свое время настаивала на том, чтобы непосредственно Россия финансировала 100% строительство этого моста. То есть Украина не соглашалась на такие условия, и поэтому, собственно, свернулась работа по реализации этого моста. То есть не то, чтобы свернулась, а проводилась в таком велотекущем режиме. Потому как Украина не соглашалась на 100% доминирование в этом проекте России, поскольку были определенные угрозы. На ваш взгляд, у Украины есть какие-то, не знаю, международные правовые возможности для того, чтобы реагировать на строительство этого моста? Естественно, есть, поскольку мы опять-таки определяемся с тем, что Крым – это территория Украины, прибрежные воды, которые вокруг Крыма – это тоже наши воды. И строительство в них регламентируется международным морским правом. И здесь Украина не должна сидеть сложа руки, и все строительства, которые осуществляются в акватории украинской, они должны мониториться, и на них, на эти строительства, должна быть соответствующая реакция. То есть должны готовиться специальные иски, подаваться, предъявляться к тем, кто это все строит, предъявлять претензии к компаниям, в том числе и азиатским, которые поставляют вот это необходимое оборудование для строительства таких вот сложных опор, которые там необходимы, вот на этом вот, собственно, на участке, где будет проходить этот мост. То есть у нас должна вестись ежедневная работа именно в Украине по подготовке вот именно таких исков и предъявлений. А кем должна вестись такая работа? Государственная служба по делам Крыма, это прокуратура, кто этим должен заниматься? Государственная служба по делам Крыма и Севастополя, прокуратура, кабинет министров. То есть все должны мониторить и реагировать. Естественно, это может сделать исключительно власть, потому что в данном случае нарушается наше территориальное пространство и нарушаются наши экономические права. Хорошо, давайте так. Но пока нет этого моста и очень наразительно отличается жизнь в России и в Крыму. Вот совпадают ли представления о доходах у таких вот, что называется, для полного счастья у крымчан и граждан Российской Федерации? Респондентов россиян спрашивали, каких зарплат они хотят и сколько реально получают. Их вот можно, кстати, сравнить и с крымскими представлениями о достойной оплате труда. Подробнее в сюжете наших корреспондентов. Совпадают ли представления о доходах крымчан и граждан законных российских территорий? В РФ недавно озвучили соцопрос, проведенный в первом квартале этого года. Его результаты, каких зарплат хотят россияне и сколько реально получают. Их можно сравнить с крымскими представлениями об этом. Желаемый доход россиян практически совпал с реальным. Это результат опроса компании «Рамир». Выяснилось, что для семьи из трех человек, где работают двое, россияне считают нормальным доход в 72 700 рублей в месяц. А реальная зарплата, как говорят цифры Росстата, 72 400. Россияне в этом году немного повысили свои материальные запросы по сравнению с прошлым годом. Но этот рост оказался вдвое меньше годовой инфляции. Впервые за все годы наблюдений желаемые средние реальные доходы, рассчитанные на основе данных Росстата, совпали с разницей в 300 рублей. Россияне уже второй год подряд демонстрируют реалистичность своих материальных аппетитов. Об этом сообщает исследовательский холдинг, который опросил 1500 человек во всей федерации. Ну а наша съемочная группа решила поинтересоваться у крымчан, совпадают ли их представления о достатке с представлениями жителей законных российских территорий. Думаю, 50 тысяч рублей. На четырех, на пяти. 15-20 тысяч рублей больше нет. Ну на одного, это где-то, ну, 1016, это надо как минимум. Ну, конечно, скромно очень жить, скромно. Здоровый образ жизни вести, не обжираться. Если я, допустим, отец, да, у меня двое детей, это, я думаю, 1040 надо как минимум. Это нормально, чтобы жить. Реально доходы по стройкам, по шабашкам. Реальный доход. Официально 20 тысяч потолок. 30 тысяч, это, если они оба работают, они как меньше 15-ти вряд ли получают. То есть 30-ть, это вот так, вот так, я считаю. Я сам кручусь на эти деньги, так дети же у меня, практически я за них, все. И там надо, и там заплатить. Крымские пенсионеры хотят получать в 5-6 раз больше, чем получают. Говорят, и соцвыплаты, и минимальные зарплаты в Крыму – борьба за выживание. Я считаю, что, наверное, 35-40 вот для одного человека. И то так, не шиковать, за границу не ездить. Понимаете? А если учитывать, что есть у нас пенсия 6, 7, 8 тысяч, Ну, сами себе, ребята, представьте, сколько за коммунальное платить, сколько платить за лекарства, если человек болен, а в возрасте он уже болен, понимаете, то получается очень и очень мало. Так что, однозначно, и пенсия, и минимальные зарплаты – это просто на выживание. Посчитали на крымских улицах и остаток от дохода, если вычесть обязательные траты на жилье и связь. Остается по 150 рублей в день на одного пенсионера. Люди недоумевают, как прожить на такие деньги. Пенсия у нас по 10, даже меньше 8, пускай будет 8, да, она только-только ей хватает. Представьте, еще 8, это будет 16, плюс ребенку 8, 24. Ну, 1030. Не меньше. Да, это по минимуму. Да, это по минимуму. Это не, это вот, по минимуму хотя бы. Ну, вот я получаю 8 800. Вот как вы думаете, за все в коммуналке проплатить, заплатить там все? Что остается? 150 где-то по 100. Ну, пускай где-то. 3000 обязательно надо взять, если ты хочешь что-то так прикупить. Сколько же нужно, чтобы не экономить и жить не по минимуму? В Крыму считают, что 100 тысяч рублей. Этого хватит, например, чтобы отдохнуть на полуострове. Из трех человек, ну, я считаю, где-то, чтобы нормально, 60, 55. Это, знаете, как, чтобы, ну, в питании не отказывать, но лишнего ничего себе особого не позволишь. Сейчас очень дорого питание стоит. Ну, если ребенок, то обязательно надо же кружок какой-нибудь. А хотели бы, ну, хотела бы 100, например, чтобы, знаете, чтобы куда-то еще и прогуляться. Мы живем в Крыму, столько мест красивых, а мы ничего не можем себе позволить. Для сравнения, больше половины участников российского опроса готовы довольствоваться семейным бюджетом в диапазоне от 45 до 90 тысяч рублей. Каждый четвертый россиянин считает, что для нормальной жизни в его населенном пункте семье из трех человек нужно не менее 90-120 тысяч рублей. Ну, и тут вот что еще интересно. Крымчане в массе своей все-таки были уверены в том, что в Российской Федерации, ну, зарплата исчисляется тысячами долларов. Наверное, многие из них путали Российскую Федерацию и город Москва, где действительно средняя зарплата намного выше, чем в среднем по Российской Федерации. Но никто же ведь не обещал крымчанам, что у них будут московские зарплаты. А пока что есть еще информация, что только до конца 2016 года назначенное Кремлем крымское руководство обещают, что средняя зарплата в Республике Крым составит всего лишь 24 тысячи рублей. Для наших зрителей на материковой Украине это, ну, приблизительно, приблизительно где-то 300 долларов. Это средняя зарплата. То есть, говорить о каких-то цифрах в 50 тысяч не приходится. Это до конца года, еще неизвестно, будет это или нет. На ваш взгляд, вот с чем связано такое, что крымчанам, с одной стороны, меньше зарплата, чем в российских регионах, а с другой стороны, аппетит у крымчан больше. Вот они говорят, что нам денег надо больше, чем в России. Я думаю, что есть с чем сравнивать, поскольку в свое время в украинском Крыму были совершенно другие тенденции, в том числе и по бизнесу, в том числе и по росту заработных плат. И я думаю, что каждый крымчанин сейчас в глубине души, а может быть и не в глубине души, а на поверхности, понимает, что было в украинском Крыму и что на самом деле в реальности получается в российском Крыму. Фактически в российском Крыму. С моей точки зрения, понятно, на оккупированной территории жить лучше никак не будет, поскольку, опять-таки, действуют санкции, поскольку, опять-таки, Крым имеет специфический статус среди регионов в России. И второй момент, понимаете, то есть, что мы увидели за последних два года. Это падение, экономическое падение полуострова как региона России. То есть, и говорить о том, что в депрессивном регионе, который датируется из федерального центра, будет жизнь лучше, нежели в другом каком-то традиционном российском регионе, если так можно высказаться, то, естественно, так говорить нельзя и об этом говорить не приходится. Это связано еще и с тем, что как бы падает общий уровень жизни в Российской Федерации, и поэтому как бы остается меньше денег у них на Крым. На фоне падения общего, плюс еще специфика крымская, и получаем то, что вот мы увидели в сюжете. Получаем низкие заработные платы и получаем желание людей уже хоть как-то выживать, даже в сравнении с тем, что цифры действительно разнятся на материковой России и в Крыму. Скажите, пожалуйста, Алексей, значит, вот появились объявления о продаже, это были объявления совсем недавно, сразу нескольких объектов объединения Крымтур, наверняка видели, да? Конечно. Значит, причем, по-моему, 12 сразу этих было объектов выставлено на продажу, в том числе, например, Тоск-Приморье в Коктебеле его оценили в 2,8 миллиарда рублей, Ток-Золотой пляж в Феодосии в 770 миллионов рублей. Ну, а потом, после того, как эта информация стала широко известна, было уже заявление господина Михайлова, это бывший депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым, нынешний депутат Госсовета Республики Крым, который сказал, что нет, ну его, наверное, как-то не так поняли, и вообще сейчас Крымтур не планирует распродавать все свои курортно-рекреационные объекты. На ваш взгляд, вообще собирались они продавать или не собирались? Ну, я думаю, что инициатива вначале исходила от них, да, то есть по продаже, а потом, собственно, после того, как это все набрало обороты и вышло все на широкую публику и попало в средства массовой информации, я думаю, что там провели определенную работу из продажи эти объекты и, скорее всего, снимут. Снимут или просто теперь будут продавать, но не так публично? Я думаю, что снимут и на определенный период просто перестанут об этом говорить и думать о том, что есть необходимость продажи. А с чем связана такая вот, ну такая распродажа, это можно назвать, да, сразу 12 объектов? Понимаете, на сегодняшний день в Крыму все подобные действия, связанные с отчуждением объектов, которые в свое время работали и работали довольно-таки эффективно, создают своего рода панику. Панику прежде всего у населения. И в связи с тем, что населению есть с чем сравнивать и есть на что оглядываться, я имею в виду прежде всего украинскую политику, которая проводилась в Крыму, то, безусловно, все такие вот действия, которые могут будоражить общественность, они будут пресекаться власти. Это понятно. Почему они сняли, это понятно, да, потому что есть там паника, да, потому что распродается. А как вы думаете, почему они выставили, да, если так все хорошо, если все, идут заказы, идут туристы и так дальше, то есть почему сразу решили продавать все 12 объектов? Ну вы знаете, кому нужны эти потемкинские деревни? Естественно, не так все хорошо и будет еще хуже. Поэтому, собственно, пока есть возможность, пытаются продать дороже. Это нормальные правила бизнеса. Вот, собственно, и ответ на этот вопрос. А вы следили за ценами на вот такие объекты, там, санатории, пансионаты, дома отдыха, там, мини-отели? Что с ними происходит за последние два года? Основа-таки эти объекты, они выживают. Я хочу сказать, что в украинском Крыму в свое время, когда была разработана стратегия социально-экономического развития до 2020 года Автономной Республики Крым, доля в валовом региональном продукте отелей и объектов туризма составляла ни много ни мало 4%. Хотя всем казалось, что Крым живет за счет сезона, Крым живет за счет этих объектов весь год. То есть на самом деле это немного? Это немного. И теперь посмотрим на те реалии, которые есть на сегодняшний день в Крыму. Во-первых, не тот контингент приезжает Крым отдыхать. Туда приезжают по профсоюзным путевкам, туда приезжают бюджетники в основном. И естественно, жить в тех условиях, которых, и за те деньги, в которых привыкли проживать украинские туристы, российские туристы уже не могут. То есть цены падают. Падают цены, соответственно, нет денег на содержание этих объектов туристической инфраструктуры. Опять-таки следует обратить внимание, что структура валового регионального продукта в российском Крыму в корне поменялась. Там уже не идет речь о каких-то направлениях, связанных с развитием сельского хозяйства, того же самого туристического комплекса, энергетического комплекса. Там уже речь идет о развитии военно-промышленного комплекса, речь идет о концентрации всех усилий федерального центра и финансирования которого идет из Москвы на госструктурах, на социальном секторе. То есть и на сегодняшний день говорить о каких-то тенденциях по развитию, в том числе и рекреационных объектов, не приходится. О чем это говорит? Вот просто чтобы не был у нас такой разговор, потому что понятно, что макроэкономика, предприятия, люди часто не, знаете, не видят своей связи с тем, что вот есть предприятие, нет предприятия. Ну как бы, ну и бог с ним, как бы, мы все равно, у нас будет зарплата там и будет какой-то стабильный доход. Будет или нет? Я думаю, что уже показывает жизнь, что стабильного дохода не будет, бизнеса не будет, тех предприятий, на которых привыкли работать, их тоже закрывают повсеместно. Есть один вариант, это искать работу в госсекторе, либо в госсекторе, в данном случае, в том числе и в ВПК. То есть и тот, кто не найдет работу в госсекторе, тот может оказаться за бортом жизни в целом, как это пафосно не звучит. То есть людям придется просто выживать, либо мигрировать в другие регионы. Спасибо. Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра, был гостем нашей студии. Сегодня, напомню, мы говорили о том, что произошло с экономикой Крымского полуострова за два года российской аннексии. Программа «Крым сегодня». Оставайтесь с нами на канале Черноморской телерадиокомпании. Продолжение следует...